Салямя ЦСБ Камбаты Окармандар. Здравствуйте, дорогие читатели. Библиотека филиал Дружба приглашает вас на обзор книжной выставки «Шоканмин Жолда. В пути с Чоканом», посвященной 185-летнему юбилею выдающегося казахского ученого Чокана Валиханова. Чокан Валиханов, настоящее имя Мухаммед Ханафия, уроженец Кустанайской области, первый казахский ученый, историк, фольклорист, путешественник и востоковед. Он был хорошо образован, знал пять языков, дружил со многими выдающимися людьми своего времени, совершил несколько путешествий, в том числе на Иссек-Куль, в Кульджу и Кашгарию. В ходе этих путешествий составил много путевых заметок, зарисовок, этнографических и биологических записей и коллекций, внесших огромный вклад в науку. Написал множество работ по истории, религии, культуре, судебным реформам. Действительный член русского географического общества. В начале нашего обзора я хочу представить книги, полностью посвященные Чокану Валиханову. Это книга казахских авторов Камекова и Отиниязова «Шокан Уалиханов», выпущенная в 2006 году алматинским издательством «Аруна» в серии «Шахстын Улылары». Книга на государственном языке, прекрасно иллюстрирована и рассказывает читателям о жизни, работе и путешествиях великого казахского ученого. Следующее издание – новая книга «Жралкапа Бейсинбайулы» Чокан Валиханов. Вышла в свет в Астане в издательстве «Фолиант» в 2016 году. Книга создана на основе богатого фактического материала и дополнена новыми историческими и архивными документами. Автор много лет занимается изучением жизни и творчества выдающегося ученого. Прошел по его маршруту и написал несколько исследований. Хотелось бы сказать и о замечательном художественном произведении, посвященном жизни Чокану Валиханову. Это Рабан, Сабита Муканова, промелькнувший метеор. В этом многоплановом произведении не только нарисован яркий образ Чокана Валиханова, но и показана общественно-политическая обстановка того времени, быт и обычаи казахского народа. Многочисленные энциклопедические и справочные издания Казахстана обязательно включают в себя статьи о Чокане Валиханове. Это, например, энциклопедический справочник «Казахстан Тарихы» на казахском языке, изданный в 2010 году алматинским издательством «Аруна». Детская энциклопедия «Минен Елим Казахстан», выпущенная на государственном языке в Алматы издательством «Балауса» в 2003 году. Третий том трехтомной детской энциклопедии, изданный на государственном языке алматинским издательством «Казак энциклопедиясы» в 2011 году, также включает в себя обширную иллюстрированную статью о Чокане Валиханове. На выставке представлены также научные и научно-популярные книги, отдельные главы которых посвящены Чокану Валиханову. Это, например, изданная на двух языках брошюра «Казахстанин корнекты кайрат керлерэ» «Знаменитые деятели Казахстана», выпущенная в городе Алматы в 2012 году. Костанайский автор Иван Дьячков в книге «Славные патриоты моей родины», выпущенной в 2009 году Костанайским печатным двором, в очень интересной и доступной форме рассказывает о жизни, работах и путешествиях Чокана Валиханова, в главе «Мой путь к имени Чокана Валиханова». Также главы о Чокане Валиханове включены в замечательную книгу «Исторические личности», в сборник «Первые этнографы Казахстана», в книгу «Шакена Кумизбаулы Тунгаштар», в собрание сочинений «Шотамана у Алихана» и «Хрестоматии для школ». Также на выставке представлены материалы периодических изданий. Статья Исмаил Жана Иминова по следам знаменитых экспедиций Чокана Валиханова, опубликованная в журнале «Мысль» номер 8 до 2015 год, рассказывает о современном повторении маршрутов знаменитого путешественника и сравнении впечатлений современников с путевыми заметками Чокана. Статья Достана Ельдесова «Тайна смерти Чокана Валиханова» в журнале «Мысль» 2017 год, номер 9. В данной статье говорится о тайнах, связанных с последним годом жизни Валиханова и белых пятнах в его биографии этого периода. Приводятся различные версии гибели Чокана. В обширной статье Сагэмбая Кузыбаева «Шокан» журнал «Мысль» номер 1 за 2018 год рассказывается о спорных вопросах биографии Чокана Валиханова, конкретное место его рождения, поездка Чокана в Париж и тайна его преждевременной смерти. Также на выставке представлены и другие материалы-периодики, в том числе персональная тематическая папка «Чокан Валиханов», включающаяся в себя материалы периодических изданий прошлых лет. Несомненно, в год празднования 185-летия знаменитого казахского деятеля Чокана Валиханова появится еще немало интересных публикаций и новых изданий, и наша библиотека обязательно вас с ними познакомит. КОНЕЦ